Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас и поздравляю с душеспасительными днями Великого Поста. В начале этого великого поприща Святая Церковь наставляет нас замечательными словами «Поста время радостно начнем». «К подвигам духовным себя понуждая, очистим душу, очистим плоть, воздержимся от всякие страсти, наслаждаясь добродетелями Духа, чтобы в них, совершенствуясь с любовью, удостоиться нам узреть всечестные страдания Христа и Святую Пасху, духовно радуясь». Святые отцы сравнивают Великий Пост с лекарством. Однако святитель Иоанн Златоуст предупреждает, лекарство хоть и тысячу раз полезно, иногда бывает бесполезным для того, кто не знает, как им пользоваться. Именно поэтому святые отцы рекомендовали Церкви Божией идти средним путем аскезы, уберегая нас от чрезмерности этого подвига, так и от чрезмерности расслабления. «Поскольку по слову Священного Писания наша брань не к плоти и крови, но к миродержителям тмы века сего, духом злобы поднебесной». Нам рекомендуется постоянство молитвы, пусть и краткой, постоянство в воздержании, пусть и снисходительном по отношению к нашему естеству, постоянство в доброделании, во славу Божью нашего ради спасения. С рассудительностью, с неспешностью мы должны налагать на себя беты, согласовывая их со своими духовными наставниками. Святейший Патриарх Кирилл напоминает нам, что мы проходим поприще Великого Поста для того, чтобы очистить свою душу, осветить себя благодатью Божию, укорениться в правде Божией, научиться сопротивляться греху, злу, неправде, в первую очередь в своей собственной жизни. И тем не менее, Великий Пост – это не время скорбных лиц и уныния, это время радости, потому что это наш путь возвращения в Отчий Дом, где нас любят и ждут. Всем нам желаю в дни Великого Поста усердно и с рассудительностью совершить его, прилагая все силы к спасению своей души. Постимся постом приятным! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!